Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад поприветствовать вас здесь на праздновании Вудьясапуджи Шилы Прабхупады. Большая честь для нас быть в присутствии Читани Чандричарана Прабхупады, и Матаджи Гавра Чандричи, и также всех вас чудесных Вайшнавов. Кажется, Мурадвиша сказал, что он хочет, чтобы я лекцию прочитал. Я предпочту сделать нечто иное. И поскольку я здесь, похоже, самый старший, это определяет все. Я поговорю несколько минут, и потом я хочу, чтобы Читани Чандричарана пробует уже несколько минут. И если преданные подготовили подношение на Вайшапуджу для Шилы Прабхупада, они потом могут прочитать свои подношения. Такова традиция, что на Вайшапуджу мы готовим какие-то прославления, чтобы прочитать. И если вы что-то приготовили, то вы на хорошем счету, если не приготовили, то на плохом. Так, сегодня Вайшапуджа – Шилы Прабхупады. На момент давайте задумаемся, что такое Вайшапуджа. Вайшапуджа – это поклонение Шириди Вйасадеве. Шилы Вйасадевы – это литературное воплощение Шири Кришны. И Шилы Вйасадевы – он совершил великое служение для человечества. Он записал Веды. Он составил Пураны. Он составил истории. Он написал Махабхарат. И благодаря этим наставлениям мы можем поистине понять, в чем же наша цель, в чем суть нашего существования. И всем нам хорошо известно из чтения первой песни Шири Мадбхагаватам, он совершил все это прославленное служение, но и после этого он все равно не испытал удовлетворения. И в этот момент явился Нарадамуни, его Гуру Махарадж. И Нарадамуни начал наставлять его. И он сказал Нарадамуни, он сказал Нарадамуни, он сказал, «Вы знаете, я делал так много вещей, но все равно что-то потеряно, и я не чувствую полностью». Он сказал Нарадамуни, «Я сделал столько всего, но тем не менее, такое ощущение, что чего-то не хватает, нет завершенности». И тогда Нарадамуни очень нежно и сладко стал ругать Шрилу Вьясадеву. Он говорит, «Ты написал столько произведений, ты написал множество произведений, которые учат людей, как достичь рая, ты написал так много книг, которые помогают людям обрести освобождение, но ты упустил суть всех вед, это суть Кришны. В Бхагавадгите Кришна говорит, что «Я являюсь целью изучения всех вед». Поэтому ты должен исполнить эту работу для блага всего человечества. Потому что благодаря постоянному слушанию о деяниях Господа наше сознание очищается, и мы становимся готовы отправиться в духовный мир. И после этого Нарадамуни рассказал свою историю, как он пришел в сознание Кришны. Это же всегда приятно слушать, как преданные рассказывают свои истории, как они пришли в сознание Кришны. И затем Нарадамуни ушел оттуда. После того, как Нарадамуни покинул его, описывается, что Шила Вьясадева погрузился в транс. И в своем трансе он увидел, что будет происходить в Кали-Югу. И он увидел, что в эту эпоху условия для живых существ будут просто ужасны. И по сути, самое главное, что люди будут считать, что то, что для них самое вредное, они будут считать, что это для них самое полезное. И он увидел, что люди в Кали-Югу будут обладать ужасными качествами. И поскольку он увидел все это, это пробудило его сесть и написать сатвата-самхиту Шримад-Бхагаватам. И Шримад-Бхагаватам, по сути, это описание о деянии Кришны. И он сделал это, чтобы на протяжении времени, на протяжении последующих времен, люди могли слушать о Кришне и таким образом достигать совершенства. А достигнуть совершенства имеется в виду, что они могут обрести прему к Кришне. Шри Чайтани Махапрабху говорит, что према-бумарта-махан, высшая цель человеческой жизни — обрести прему Кришне. Поэтому он что-то сделал поистине, сделал что-то. Are you listening? Шрила Вьясадева поистине сделал что-то на благо всех нас. Он сделал то, что поможет нам избавиться, очиститься, избавиться от всех осквернений этого мира и обрести чистую привязанность к Кришне. Он поистине сделал это для нас. И все ачарии того времени были воодушевлены примером Шрила Вьясадева. Они изучили знания Вед. И они хотели сделать что-то для других. Они хотели сделать все возможное для других. Представляя знания, которые дал Шрила Вьясадев. И это знание не зашло по линии Парампара. Благодаря тому, что все эти ачарии хотели сделать что-то для меня и что-то для вас всех. И посредством Гуру Парампара Шрила Парампара также Шрила Парампара столкнулся с этим знанием. И Шрила Парампара Шрила Парампада совершенно образом понял знания, представленные Шрилой Вьясадевой. И поскольку Шрила Парампада был так намерен сделать что-то во благо других, мы знаем, какое он принял жертвоприношение. Шрила Парампада хотел что-то сделать для блага всех, и поэтому он является истинным представителем Шрилы Вьясадевы, и поэтому в день его явления мы поклоняемся ему как Шриле Вьясадеве. Шрила Парампада так много сделал. Мы знаем его историю от начала до конца. Он был пожилым, он жил во Вриндаване, писал книги. И он хотел покинуть Вриндаван по приказу своего учителя. Он отправился в страну, в которой он никого не знал. Шрила Парампада принял такие неудобства для того, чтобы принести благо другим. Я часто рассказываю историю, как в 1976 году Шрила Парампада приехал в Торонто. В то время у Шрилы Парампада была сильная зубная боль. И он чувствовал сильный дискомфорт из-за этой зубной боли. Шрила Парампада был интересным человеком. Когда бы он не испытывал какие-то физические неудобства, дискомфорт, он просто переставал есть. Когда он приехал в Торонто, мы не знали, что он хочет делать. Обычно Шрила Парампада проводил пресс-конференции, и встречался с уважаемыми людьми. И президент храма сказал мне, пойдем со мной в комнату к Шриле Парампаде и спросим его, чем он хочет заниматься, пока он здесь. И вот мы пришли в комнату Парампады, предложили ему дандаваты, поднялись со сложными ладонями. Президент храма стал говорить. Он сказал, «Парампад, пока вы здесь, мы хотели бы знать, чем бы вы хотели заниматься». И президент храма сказал, «Парампад, мы не хотим доставлять вам неудобства». Когда Парампад это услышал, он рассмеялся. С улыбкой на лице он сказал, «Неудобства». «Как мне можно доставить еще больше неудобства?» «Я оставил своих Радхадамадару во Вриндаване, и я приехал, чтобы быть здесь с вами. Может ли быть что-то еще более неудобное?» «Но теперь я здесь», он сказал, «и я ваш слуга». «Поэтому вы говорите мне, что делать, пока я здесь». Шрила Прабхупада совершил великое жертвоприношение. Он постоянно думал о том, как же мне принести добро другим. Сегодня в Аршане я рассказывал, даже когда в 1977 году у Шрила Прабхупада здоровье совсем испортилось. Он никогда не поменял свою мантру. Он всегда говорил, «Думайте, как принести благо другим». Печатайте книги, распространяйте книги. Проводите киртаны. Распространяйте прасад. Открывайте храмы. Увеличивайте количество преданных. Вам следует всегда знать, что ваш долг делать что-то, чтобы помочь другим возвыситься. И точно так же, как Шрила Прабхупада предпринял эти великие усилия, точно так же и Шрила Прабхупада приложил великие усилия. И все ваши духовные учителя, которые являются истинными представителями Гуру Прабхупары, они тоже предприняли эти великие усилия. Поэтому моя просьба к вам всем в день Вьяса Пуджи сделайте что-то особое для Шрила Прабхупада. Приложите особые усилия. Выйдите из своей зоны комфорта и сделайте что-то чудесное, чтобы помочь людям возвыситься до сознания Кришны. Если вы это сделаете, то совершенно точно вы принесете удовлетворение вашим божественным духовным учителям и так же вы принесете удовлетворение Шрила Прабхупаде. А теперь я попрошу Читани Чандра Чарана пробовать сказать несколько слов. Ради Кришна, дорогие преданные, прежде всего хочу поблагодарить Его Святейшество Бхакти Бринга Гавина Махараги за то, что Он приел к нам на такой большой праздник. Ваши приезды очень важны для Казахстанской ядра, для всех приятных. Спасибо. Вы для нас как? Это очень близкий духовный родной человек. 25 лет здесь юбилеют этой фермы Невериндаун Тхам по Вашей милости. Это место существует, оно живет, оно развивается, оно готовится к развитию также в дальнейшем. Огромное значение это имеет Ваш вклад, который Вы сделали. Ну и продолжайте делать, просто приезжая, воспевая с нами. Что мы чувствовали, что мы по-прежнему в одной семье. Все. Еще раз спасибо. Ну и к тому же, еще плюс ко всему, уже представитель Шлепрабхупады здесь, прямоучник. То, что Вы сейчас сказали о Шлепрабхупаде, как представитель Вьясы, довел, было очень значительно. Это необычный Весапуджи, который мы проводим для наших духовных учителей искон. Весапуджи отмечают все Весискон, все духовные учителя вместе, все ученики, все. Шлепрабхупадан, шикши гуру для всего Искон. Для каждого из нас. Основа это его книги. Что мне сказать? Это океан для меня вообще необозримых качеств. трансцендентах. Но что-то я скажу, что вот мне сейчас придет на ум, на сердце. У нас уже была катха, вот до этого уже что-то говорили. В одной из лекций Варупада сказал, что материальная цивилизация, она много делает. И на самом деле она зашла в ступик. И им нечего больше предложить людям. все, все, что она делает под видом прогресса, это просто блеф, потому что это не уменьшает страдания даже, даже увеличивает страдания. Это не решает проблем, болезни, хотя вот столько сейчас новых медикаментов еще, готовятся еще новые какие-то рецепты, полные аптеки, но болезни остаются и становятся еще больше, еще тоньше. И вот этот прогресс материальный, это просто блеф, они делают одно и то же, это не помогает, возьмите это, тоже не помогает, возьмите это, но давайте вот это, и все это не помогает решить. Главные проблемы, от которых люди отворачиваются, потому что они боятся, они в невежестве рождения, старость, болезнь, смертность, вот это праупада. И он предложил лекарство, понимаете? Он предложил лекарство, он говорит, уже они ничего не могут предложить, а мы можем предложить. И вроде простые вещи, но как могущественно это то, что избивать Харе Кришну Махаманту в экстазе. Вот это предложение. Это читать и понимать священные писания, понимать, осознавать смысл их, это неслышан праупаду, это вот это вклад, это сознание. Пища освященная, это мощный вклад, посмотрите, что происходит, революция, это революция. Как лесной пожар, как цунами распространяется, это энергия праупады, как он смело предложил людям, которые отворачивались от истины, от садху, от священных писаний, которые все перетолковали, все извратили своими мнениями. Вы только подумайте, что самое ценное для человека это иметь собственное мнение сегодня. Это цивилизация на самом деле. Громче? Не слышно? Что, заново все повторять? И что касается проповеди Шлопрабхупады, на которой мы учимся, его лекции, его книги, есть самбанда, есть апхиде, есть прадюджина. Кстати, на прошлой Иса-Пуджи мне вспомнился пример Господочитания, который морщался Харидас такой, он сказал, что есть преданные, которые очень хорошо проповедуют, но недостаточно хорошо ведут себя. Есть преданные, которые хорошо себя ведут, но не проповедуют. Ты, Харидас, он сказал, ты совершенный, ты идеальный преданный, потому что ты и хорошо себя ведешь, идеально. знаешь, этикет, и ты очень хорошо проповедуешь. Я вспомнил это, потому что в определенный период времени общество, оно выдало нам эту критику нашему движению. Сказали, у вас прекрасная философия, но как вы себя ведете, то есть ваше поведение. Я вспомнил, что Господь Читания говорил об этом. И Харидас такой был такой смиренный, он не входил в комнату, где Господь Читания принял просаду, он во дворе предпочел оставаться, причем он был великим намачари, поэтому Господь Читания так ценил эти его качества. И как это относится к Прабхупаде. Вот этот пример, если бы не Прабхупада, мы бы не видели ничего подобного. Как он мог проповедовать, говорить, как он мог развивать иллюзию с любого угла, с любого тупика, с любые детали. Он тоже, как Парамахамс, различал материю, дух сразу же все становилось ясным, понятным. И поведение, и какая любовь Божия, какая любовь вспоминает через учебу Прабхупада вот это чувство. Как они предны Прабхупаде, как они помнят каждого слова, поведение, они все это хранят, общаются, об этом говорят, это в центре. Вот эта любовь, она переносится, когда мы слушаем, когда мы слушаем книги, когда видим его представителей. И также есть самбанда, это начало, когда человек понимает свои отношения, я душа, я вот маленькая душа, есть большая душа, и я должен занять правильную позицию по отношению к Богу, почтение, самбанда, это понимание отношений. А апхиде, это практика. А прайоджина, это уже любовь к Богу, это уже то, что достигается в конечном итоге. И как Прабхупада, у него это было в одном целом. как бы вот то, что я сейчас понимаю, то, о чем я сейчас думаю, его комментарии, его лекции, вот в каждой лекции есть все эти три вещи сбалансированы. И любовь, и этикет, поведение, практичность вот эта духовная, и эти основы, бескомпромиссные основы, понимание абсолютно истинности. Ну, я как проповедник, в основном я проповедую, я думаю, что это какое-то явление чудесное, очень необычное явление. Я не знаю, как это назвать, вот как это может совмещаться вот в одно целое, потому что если кто-то проповедует самбанду, он забывает о прайоджине. Когда человек говорит о прайоджине, он забывает о самбанде, как обычно. Это не так просто вот эти вещи. сохранять в единстве разнообразие. Но поскольку Шлопропаду он преданный Господа читанию, проявлял это чудо проповеди и чудо отношений одновременно. Это вот несколько мыслей, которые мне сейчас приходят в голову от Шлопропады. Конечно, тема очень глубокая. Я не буду делать подношения, о прайоджине. Сегодня просто я хотел сказать несколько слов, потому что эти подношения, они для меня слишком эмоциональны, не очень удобно. Но это настолько захватывающе всегда помнить прайоджине. прайоджи. дорогие прайодные, что вы слушаете о прайдхине. это это есть наша парампора, что приходим на такие праздники. Вообще Весопуджи прайдхина должна проходить грандиозно, но максимально грандиозно. В сравнении с другими Весопуджами так хотят все ученики прайдхина, чтобы это было выдающимся событием в году всегда. Самым выдающимся событием. Что-то необычное, как я сказал, что-то сделать необычное нужно. Но мы постарались в этот новый пандал построили. Это тоже усилие преданных. Стараемся все это поддерживать, стараемся сотрудничать. Мы помним, что Прабхупада говорил. Мы стараемся. Это получается больше и больше. Я для вашего удовлетворения говорю, что мы помним также ваше наставление наставления Прабхупады и мы стараемся все это поддерживать, сотрудничать, организовывать, развивать. Всегда думаем об этом, всегда при главном усилии. Харьи Кришна, дорогие предные, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки Джая. Чайтанди Чандра Чаран Прабху сказал, что Шрила Прабхупада был подобен океану качеств. Я могу сказать, это была одна из причин, почему я стал преданным. В то время я был очень и очень юным, когда стал преданным. и процесс становления преданным в те времена был очень быстрым. Я встретил преданных с Харинамой в понедельник, вернулись в тот город, в котором я жил в пятницу, я к ним присоединился и поехал с ними в храм. Все было тогда чудесно. Воспевание было чудесно. Каждый раз, когда мы воспевали, мы испытывали экстаз. Преданные были очень добры, они отличались от всех. И все они были сосредоточены на этой личности, Прабхупаде. Вам нужно понимать, я тогда ничего не знал. Я не знал, кто такой Кришна. Не знал, что такое Бхагавад-Гита. И я не знал, кто такой Прабхупада. Но они вновь и вновь говорили об этой чудесной личности, который был так сострадателен и любящий. И это был как постоянный поток такой Катхи. И вам следует понимать, что в те времена было всего пять храмов во всем иском. Была очень маленькая группа людей. Но все были так сосредоточены на Прабхупаде. И слушая всю эту Катху, я думал, я должен дать жизнь к человеку таким. И мне следует вручить всю свою жизнь такой личности. И мне следует постараться хорошим человеком как этот человек. И мне следует постараться стать хорошим человеком подобной этой личности. Просто слушая о его качествах. Это было очень харинам и слушание о Шире Прабхупаде. Мы настолько знали ничего было не известно. Я понятия не имел кто такой Санья Си кто такой Парамахам что такой чистый преданный. Но вот эта личность была миссия. спасти каждого в этом мире из океана повторяющихся рождений и смертей. И как сказал Чейтанья Чандра Чаран Прабху он давал всем процесс харинам и санкиртан и знания которые мы можем найти в книгах Прошад. Однажды в начале 90-х я летел в Россию план был такой прилететь в Москву а на следующий день нет прилететь в Москву а оттуда полететь во Владивосток это был очень захватывающий опыт для западного человека передвигаться по России сразу после окончания Советского Союза. В каком-то смысле все еще Советский Союз был. До сих пор мы пользовались теми же деньгами. Я думаю чтобы летать из Москвы в Владивосток был около 10 долларов эквивалент 10 долларов. невозможно было сказать кто будет с вами рядом сидеть. Однажды я сел на самолет а рядом со мной огромная собака сидела. Это было очень захватывающе. но когда я прибыл в Москву мне позвонил Ниранжина с вами. Он говорит я слышал вы в России какой план? Я говорю завтра полечу во Владивосток. Он говорит послушайте я в Кавказских горах. На самом деле прямо сейчас я в Нальчике. Приезжайте сюда присоединяйтесь. Предные мне сказали что там высоко в горах удивительный курорт. Там есть чудесная вода которую нужно пить. Эта вода лечит все. Говорит приезжайте ко мне. Я говорю конечно. Поменял свой план. Он говорит я сегодня я завтра уезжаю в это место вы прилетаете сюда в Нальчик вас встретят и привезут ко мне. Я говорю хорошо. Я приехал переночевал у одного предного дома. на следующее утро я впервые столкнулся с тем что такое вазик. Мы поехали из Нальчика. как только мы выехали из города дорога превратилась в грунтовку. Такая была извилистая грунтовая дорога и нас потребовалось 4 часа чтобы доехать до вершины. Когда мы поднялись наверх я увидел что на самой вершине стоит группа людей и ничего больше нет. Просто вот группа людей стоит под солнцем на вершине горы. Я смотрю о там же Ниранжан Свами. Я взял от машины и мы побежали друг к другу навстречу. Он говорит Говин Дамарадж примите мои смиренные поклоны. Мы предложили друг другу поклоны. Поднялись. Он говорит давайте убираться отсюда. Я говорю а почему? Он говорит так тут ничего нету. Прошлую ночью я ночевал в хижине с овцами. И Ниранжан Свами такой человек который прям ненавидит солнце. И он был красный как помидор. Полностью сгоревший. И я смотрел и сказал вы попили эту воду чудодейства да? Он говорит да попил. И что случилось? Мне в туалет пришлось 25 раз сходить. Поэтому он говорит поехали. так же еще нам ничего не привезли. Давай убираться отсюда. забрались в этот уазик и начали спускаться обратно с холма. Это было в день Радхаштами. И бедный Махарадж он просто горел от лихорадки. И я давал ему таблетки парацетамола чтобы сбить температуру. поскольку это был Радхаштами я всю дорогу пока мы ехали вниз я держал его и рассказывал им истории про Радхарани. Доехали до Нальчика. Он отправился в свою квартиру я в свою. Я просто молился чтобы он выжил. На следующий день он мне звонит говорит чувствую себя гораздо лучше. Давай встретимся и будем читать Четтани Четтамритам. Мы так сделали. У нас были свои компьютеры. Я прочитаю 10 стихов потом он прочитает 10. Мы так продолжали без остановки примерно 3 часа. и после чтения Четтани Четтамритам в течение трех часов мы испытывали экстаз. Потом Ниранжана Свами стал очень серьезным. Он спросил у меня что вы считаете какой самый великий вклад сделал Швила Прабхупада для всего мира? Я подумал и сказал я думаю что величайший вклад это Харинама потому что если человек воспевает Харинаму его сознание может измениться он может обрести совершенство и вернуться обратно к Богу. он замер он говорит не только Харинама он говорит Прабхупада бросил сеть на все человечество подобно тому как рыбаки бросают сеть чтобы поймать все души и он говорит эта сеть состоит из Харинамы книг храмов божеств изобразительного искусства танцев прасада школ школ он распространил такую сеть чтобы каждый во всем человеческом обществе тем или иным способом соприкоснулся с сознанием Кришны и поистине Шрила Прабхупада он был такой Прабхупада умел мыслить стратегически и он очень сильно мотивирован удовлетворить своего духовного учителя есть И один человек, он регулярно его встречал, и поскольку Шрила Прабхупада выглядел очень необычно, этот человек сел рядом с ним и стал общаться. Он спросил, господин, а вы что здесь делаете? Он отвечал, я приехал сюда, чтобы переводить и печатать книги. Я приехал, чтобы открыть центры, чтобы обучать американское общество науке о Кришне. Он говорит, есть большие храмы. Он говорит, а где же все это? Он говорит, Шрила Прабхупада говорил, все будет. Прабхупада был очень сосредоточен. И он мыслил стратегически. И самой главной мотивацией для него было делать что-то, чтобы удовлетворить духовного учителя. Мы слушаем лекции Шрила Прабхупада и читаем в его книгах. Слушая и читая, сколько раз вы сталкиваетесь с этим высказыванием «Яся Прасада», «Бхагават Прасада». Он был настолько сосредоточен на удовлетворении указа своего духовного учителя. Потому что он понимал, что он был спасен своим духовным учителем. Поэтому он хотел сделать что-то великое из благодарности, чтобы удовлетворить своего духовного учителя. Шрила Прабхупада, он обладал таким сильным состраданием. И, знаете, если Прабхупада не был бы так мотивирован, были ли мы бы все здесь? Кто бы принес учения Кришны на Запад? Мы бы не были сейчас здесь, на Шриле Прабхупаде, на ферме Шриле Прабхупаде, или нигде близко к сознанию Кришны, если бы Шрила Прабхупада не приехал и не приложил эти усилия. Он является океаном благих качеств. Мурадвиша, let me ask, has anybody prepared offerings for Shrila Прабхупада? Okay, only three people. Okay, I prepared something. I'll read my offering to Shrila Прабхупада. I'll read my offering to Shrila Прабхупада.